Первая смерть от кори в этом году. В Одесской области, в Белгород-Днестровском районе, умер пятилетний ребенок. Родители слишком поздно обратились к медикам за помощью. Из-за вспышки болезни областные чиновники продлили каникулы в школах. В других регионах, где тоже зафиксированы случаи инфекции, решили не допускать непривитых детей в учебные заведения. Сейчас в тройке лидеров по заболеваемости Одесская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Болезни охватили и другие регионы. Львовский, Днепропетровский, Черкасский, Полтавский, Запорожский и Киевский. Все подробности расскажут мои коллеги. Ивано-Франковская областная инфекционная больница. В этой палате трое детишек. Все с корью. Ни один ребенок не был привит. Мама четырехлетней Ирены рассказывает, подозревает, что дочь подхватила инфекцию в больнице, где они недавно лечили пневмонию. Когда было щепление, мы были боли. И мы просто пропустили. Не было возможности туда щепить ее. Планировали щепить, но когда выздоровеем. Пятилетний Коля на соседней койке. Мама признается, сына не вакцинировала сознательно. Я не имею доверия к вакцины. Вакцина дает разные наследки на организм. И, конечно, ответственность будет нести я. Хорошо, и так будет нести ответственность. Бащата. Малыши, подхватившие корень, не только в этой палате, говорит главврач. В детском отделении почти три десятка пациентов. Ивано-Франковская область остается лидером по заболеваемости корью. С сентября прошлого года здесь зарегистрировали уже полторы тысячи случаев из них. Больше ста только за последнюю неделю. Это уже третья волна заболеваемости с сентября прошлого года. И хотя после первой и второй вспышек родители бросились вакцинировать детей, и врачи не ожидают, что инфекция быстро пойдет на спад. Растет заболеваемость корью и в Одесской области. Один ребенок в Белгород-Днестровском районе умер. Облах администрации на срочном совещании решили продлить в учебных учреждениях зимние каникулы на неделю. За это время родители должны вакцинировать непривитых от кори детей. Таких в области порядка 16 тысяч. Если родители откажутся, детей не допустят к занятиям в школах. С начала года в регионе зарегистрировали уже 122 случая заболевания. А в Киеве только за последние два дня количество больных выросло с 54 до 66 человек. По данным Госпродпотребслужбы почти все не были привиты. Чем успешнее пройдет вакцинация сейчас, тем быстрее в Украине прекратятся вспышки кори, говорят медики. Прививка – единственный способ обезопасить себя от вируса. Ведь подхватить его можно в любой момент и в любом месте – в транспорте, магазинах, школах и детских садах. Кори, как и грипп, передается воздушно-капельным путем. Грозит с серьезными осложнениями, может привести к инвалидности и даже к смерти. Тарас Говдя, Андрей Анастасов, Жанна Дудчак, Игорь Мханошин. Зиновия Автонас. Подробности – телеканал Интер.